Самарский дворец Танец безмолвен, в нем нет слов, но выразительность пластики человеческого тела в соединении с музыкой, с ритмом, они делают язык танца многонациональным и понятным всем. Танец не имеет возрастных границ. Танец способен объединять поколения и передавать философию жизни, пласты культуры многовековой не только России, но и мира в целом. По традиции, которая существует еще с императорских времен, бал начинается с танца шествия полонеза. На праздник пригласили не только тех, кому за 50. В парах кружатся и школьники, и участники молодежных музыкальных коллективов. Бальные танцы – это совсем другая культура поведения. Это не дискотека. Это как было в давние, древние времена, ну старинные. Я так думаю, это только на плюс пойдет, особенно молодежи. К осеннему балу все гости подготовили наряды соответствующих цветов – золотистые, желтые, красные. Праздник не обрачило даже то, что не для всех дам серебряного возраста нашлись кавалеры. Хотя некоторые молодые люди с удовольствием приглашали повальсировать тех, кто годится им в бабушке. В основном женщины танцуют друг с другом. Ну, стараемся, если к нам приходят мужчины, мы стараемся их удержать. Ну, танцы – это же здоровье, это стимул к жизни. Особенно в нашем возрасте это просто, ну никак нельзя без движений, без танцев. А что такое танец? Это красивые движения, красивую музыку и в хорошем общении. Проект «Танец без границ», «Самарский дворец ветеранов» и власти областного центра реализуют более 15 лет. Для людей серебряного возраста проводят дискотеки, танцевальные вечера, фестивали и мастер-классы. Поэтому с окончанием осеннего бала череда праздников не завершится, и все ценители хореографии смогут найти занятия по душе. Здравствуйте, это программа «Город С» и Елена Чернявская. Ежегодно более 60 тысяч жителей городского округа Самара обращаются в Самарский дворец ветеранов, чтобы стать участниками ярких, интересных событий, получить различные формы социальной адаптации и реабилитации. Для многих из них приход во дворец – реальная возможность вернуть молодость, уверенность в себе и в своих силах, оздоровиться, найти новых друзей, идти в ногу со временем. Сегодня поговорим о программах, которые разработал Самарский дворец ветеранов специально для вас, уважаемые самарцы. И расскажет про них, естественно, его директор Ольга Николаевна Баранова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Ну что ж, давно с вами не виделись. Давайте, прежде чем мы поговорим вот о тех программах, хочется спросить вас о тех новостях, которые совсем недавно прошли в Доме ветеранов и все-таки год подходит к концу. Вот чем запомнился этот год лично вам? Непростой год. Много было событий ярких, незабываемых. Но, наверное, прежде всего он запомнится тем, что мы выходили из такого сложнейшего периода пандемии. И этот период особенно болезненно отразился на пожилых людях, которые многие самоизолировались. Если было очень сложно, вновь дать человеку уверенность и возможность стать участником такой полноценной яркой жизни. Но среди, наверное, вот событий, которыми запомнится год уходящий, это открытие галереи. Галереи «Серебряное созвездие мастеров». К этому проекту мы шли достаточно длительное время, понимая то, что среди людей пожилого возраста очень много тех, которые не просто занимаются творчеством, прикладным творчеством, рисуют, вышивают, занимаются лозоплетением. А тех, которые действительно создают шедевры. И, к сожалению, в нашем городе очень мало таких мест, где эти люди смогли бы показать свое творчество. Площадки, да? Такие площадки, которые не просто возможность показать, но и рассказать о самом мастере, о его работах, провести мастер-классы. И вот такое долгожданное событие было реализовано. Мы открыли эту галерею, благодаря средствам бюджета отремонтировано помещение, оно теперь очень яркое, красивое, оснащено соответствующим оборудованием. Привлечены люди, которые нам помогли действительно вот концептуально это все оформить, благодаря чему такое уникальное пространство появилось. Вот мы его открыли, и уже сегодня проходит в стенах нашей галереи вторая персональная выставка Евдокимовой, которая занимается лозоплетением. Волшебная лоза называется выставка. Уникальные работы, сам по себе материал лоза. Очень мало людей, которые с ним работают. И действительно вот такие шедевры. И проводим экскурсии, проводим мастер-классы, учим людей, рассказываем. И в планах у галереи действительно много разных мероприятий, в том числе возможность проведения выставок в онлайн-формате. То есть у нас сейчас есть возможность создавать 3D-экспозиции наших выставок, каждый экземпляр показывать, рассказывать историю создания и так далее. А сразу вот можно такой дополнительный вопрос? Вы сказали о работе галереи. А вот если, допустим, какие-то групповые посещения организовать, каким образом это можно сделать организационно? Позвонить, записаться, договориться? Расскажите, пожалуйста. Это сделать очень легко. Достаточно позвонить по телефону 261-56-66. Вам отметят наши специалисты, у которых есть график экскурсий. Но достаточно пригласить подруг, друзей, 5 человек, 6, сколько у вас есть желающих. И к определенному времени прийти. И для вас, только для вас будет организована бесплатная экскурсия по галерее. И, конечно, мы ждем мастеров, которые захотят показать свое творчество. Тем более, что действительно наша Самара богата традициями и ремесла, и создания таких произведений. Очень много школьников. Обязательно мы показываем, рассказываем о пожилых людях, которые занимаются таким полезным делом. В перспективе у нас и такие совместные выставки по материалам, шерсть, живопись и так далее. Вот это наша теперь уже любимая галерея. Среди, наверное, таких важных событий, которыми запомнится этот год, запомню 2 сентября 2022 года, когда в день окончания Второй мировой войны состоялась такая уникальная акция, как передача копии Знамени Победы от участника Великой Отечественной войны Синдюряева Николая Яковлевича, который, собственно, закончил войну на Дальнем Востоке от поколения победителей потомкам. Копию Знамени Победы получил Владимир Николаевич Пронин, участник боевых действий, руководитель городской организации ветеранов. А место постоянного хранения вот такого святого предмета определен Дворец ветеранов. На сегодняшний день центральное место в холле Дворца занимает копия Знамени Победы, где рассказывается, что, по какому поводу фотографии вот этой передачи. И, конечно, он станет таким знаковым объектом, когда все экскурсии со школьниками, с молодежью будут начинаться отсюда, вот от этого Знамени Победы. Вот. Что еще? Ну, много ярких событий, новых проектов. «Берегиня земли» Самарской наш новый проект, который мы задумали и реализовали в этом году, поскольку год был нематериального наследия, культурного наследия народов России. Много выставок, мероприятий, посвященных народным праздникам. Много тех же мастеров прикладного творчества, яркие события, фестивали, вот в рамках этого проекта. Ну, что не месяц, да, то насыщенная программа и мероприятий очень много. Ну, вот давайте мы с вами сегодня заявили тему программ. Давайте мы поговорим, вот как раз с чего хочется начать. Это программа активного долголетия. И почему вы ее реализовываете? Наверняка уже у Самарского Дворца ветерана есть определенный опыт, Ольга Николаевна, правильно я понимаю? Да, и действительно опыт богатейший, поскольку с 2021 года дворец существует, и именно с того периода вопрос поддержания активного долголетия мы взяли для себя в качестве приоритетного. И отсюда наши основные направления, в соответствии с которыми дворец организовал свою деятельность, сейчас, вот с 2018 года, это программа активного долголетия, Самарского долголетия, она получила просто какие-то дополнительные импульсы для развития, вот. А в основном это те самые направления, которые позволяют пожилому человеку сохранить и ясность ума, и память свою в таком хорошем состоянии, и, конечно, поддержать физически свое тело. Поэтому среди основных направлений это спортивное направление, оздоровительное направление. Из наших 28 коллективов, клубов по интересам, которые открыто и действуют в Самарском дворце ветеранов, 10 имеют направленную спортивно-оздоровительную. Это разнообразные группы здоровья, аэробика, хореографические коллективы, это скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика и так далее, когда люди... И все это проводится на базе дворца ветеранов и наших филиалов. Кроме того, в летнее время мы обязательно используем площадку Парка Победы, когда на свежем воздухе зарядку проводим, утреннюю зарядку. Мы купили, приобрели адаптивные спортивные игры, которые позволяют организовать систематические занятия с людьми разного возраста, вне зависимости от состояния здоровья. С детьми, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с пожилыми людьми. У нас действует шахматный клуб. Мы приобрели уличные шахматы, которые позволяют в летнее время двигать фигуры и изучать эту игру, замечательную игру. В перспективе у нас приобретение настольных игр. То есть мы планируем возродить и домино, и лото семейное, которое нас много поколений собирало, вот другие игры. Поэтому приходите. Действительно, вот наше объединение позволит вам сохранить вашу физическую активность. Умственную активность. Умственную активность однозначно. Среди вот таких приоритетных направлений является еще и проведение образовательных курсов для пожилых людей. Потому что мы понимаем, что быть веком наравне – это значит владеть современными технологиями. Поэтому у нас действуют компьютерные курсы, у нас действует такое объединение, как внимание-память, когда с помощью современных технологий проводится специальное занятие для развития внимания, памяти, концентрации внимания. Вот это все в рамках образовательных курсов. В телефонах. Попилактика, да? Старческих заболеваний, таких как кольцгеймер. Естественно, это все очень серьезно. И если сам человек, понимая важность этого направления, обратится, то мы окажем помощь, расскажем, как, через что. Конечно, отдельное направление – это волонтерская, добровольческая деятельность. Помимо того, что у нас действует добровольческий отряд людей серебряного возраста, он называется «Волжское серебро». Это люди, которые объединились для того, чтобы делать добрые дела. Вот в марте этого года он открыт, это объединено уже 48 мероприятий, в которых наши добровольцы приняли участие. Среди последних как раз является, вот, может быть, я назову, наши волонтеры выступали с концертными программами в военном госпитале в Рощинском для молодых парней, прибывших из СВО, в госпитале вот здесь, в Самаре. Готовят подарки, поздравляют с днями рождений. Кроме того, ну, вот наши творческие объединения, вокальные, хореографические, изо-студия наша, помимо того, что они поют, занимаются творчеством, они еще ведут активную концертную работу. То есть наши коллективы известны не только в Самаре, не только в области, но и за пределами нашей области. Поэтому вся вот эта деятельность, она как раз является добровольческой. То есть люди, используя свое личное время, приходят, выступают, дарят вот такое хорошее настроение. Ольга Николаевна, а коли же мы с вами заговорили о творческой составляющей, я сейчас предлагаю прерваться ненадолго и отправиться к вам в гости и побывать на одном из ярких мероприятий, которое прошло совсем недавно, концерт, приуроченный к Дню Матери. Давайте посмотрим. Она никогда не завидует, не желает плохого, излучает любовь и тепло. Самого главного, нужного и значимого для нас человека, маму принято поздравлять в последнее воскресенье ноября. В этот день в России традиционно отмечают День Матери. Мероприятие проходит и в Самаре. У Дворца ветеранов поздравили женщин с ограниченными возможностями здоровья, а также представителей из актива общества инвалидов, организовав для них концерт. Наш концерт, наше праздничное мероприятие посвящено Дню Матери. То есть тем людям, которые, по сути, и являются самой жизнью. Те люди, которые о нас заботятся на протяжении всей нашей жизни. Те люди, благодаря которым мы чувствуем себя детьми и чувствуем свою защищенность. Центральным номером в концерте стало выступление солиста коллектива «Грушинское трио» известного барда Александра Исаева. Чтобы женщин на руках рассеяли, не было болезней и войны. В преддверии Дня Матери мы проводим это мероприятие, объединив два мероприятия. Мы провели фотоконкурс «Семейный осенний калейдоскоп». То есть мы поздравляем мам, поздравляем детей с этим вот праздником, именно таким праздничным концертом и награждением всех участников нашего мероприятия. В конкурсе «Семейный осенний калейдоскоп» приняли участие 20 семей. Среди них многодетные и те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники должны были всей семьей накрыть на стол. Процесс необходимо было запечатлеть на камеру, сделав фото. О конкурсах сообщают в центре «Семьян». Нас ставят в известность, пишут, кто желающий может. Мы люди активны, мы всегда принимаем участие, потому что творчество, тем более семьей, это очень интересно. В финале концерта каждый участник был награжден памятными подарками. Среди них были билеты в театр, абонементы в бассейн и сладости. В продолжении нашего разговора вот программа патриотического воспитания памяти поколений. Расскажите, пожалуйста, про нее и все-таки на какую аудиторию она рассчитана? Очень важное направление, и мы всегда изначально во Дворце ветеранов уделяли особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы понимаем важность этой задачи, мы понимаем собственную необходимость в связи с тем, что во Дворце ветеранов аккумулированы основные ресурсы, позволяющие, что называется, из уст в уста передавать настоящую правду, историческую правду. Поэтому вот эта программа, она оформлена была в этом году. Собственно, мы с сентября ее начали целенаправленно реализовывать для школ, для школ нашего города. И форматы участия самые разные. Есть возможность не только к нам приглашать на наши мероприятия обучающихся, но и моим сотрудникам выходить по запросам, по договоренностям в образовательные учреждения и проводить классные часы, уроки мужества. Очень интересный формат, который зарекомендовал себя и пользуется таким особым интересом, это музей в чемодане, когда специалисты, работники наших музеев, а их у нас на базе Дворца-2, берут самые яркие экспонаты из основного фонда, из научно-вспомогательного и идут с ними на те же классные часы, на внеклассные мероприятия. И через эти предметы, через историю, которые отражают то или иное время, проводят тематические классные часы. Очень большую помощь в этой деятельности оказывает уникальный, на наш взгляд, фонд, сформированный в библиотеке. Так получилось изначально, что с 2001 года, в то время еще было много участников, живых участников Великой Отечественной войны. А вот, кстати говоря, а сейчас есть ветераны, труженики тыла, я знаю, я даже сама с ними общалась, а вот именно ветераны Великой Отечественной войны остались? Слава Богу есть, слава Богу есть. Мы активно сотрудничаем с Сергеем Сергеевичем Малехиным. Это человек, который участвовал в Сталинградской битве. Сколько лет у него сейчас? Ему сейчас 94 года, Сергей Сергеевич, дай Бог здоровья. Вот Николай Яковлевич Синдюряев, это жители, члены Совета ветеранов Советского района. Мы с этими людьми активно сотрудничаем. Они рассказывают до сих пор? Они рассказывают до сих пор, но вот благодаря книгам воспоминаний, которые оформлены чуть ранее, они, как правило, выпускались в ограниченном количестве. Тираж был очень маленький. И я понимаю, что за это время много ушло просто уже и книг. Во Дворце ветеранов они есть. И многие из этих книг в единственном экземпляре остались. Поэтому вот используя эти фонды наши уникальные, сотрудники идут и на основании воспоминаний людей, которые непосредственно участвовали в тех или иных событиях, рассказывают. Темы самые разные. Они в основном приурочены к памятным датам. И день снятия блокады Ленинграда. И, конечно, жители блокады Ленинграда – это городская общественная организация. Они до сих пор в строю, ведут активную общественную работу, выпускают книги. Это отдельная серия в нашей библиотеке. Это парад памяти 1941 года. Это, естественно, День Победы. Это День памяти жертв политических репрессий. День Героев Отечества и так далее. То есть практически все события, основные события из истории нашей страны мы можем приходить и приходим в образовательные учреждения и проводим тематические классные часы. Интересно, конечно, использование при проведении этих мероприятий наших ресурсов. Уникальный ресурс, он называется «Электронный путеводитель по объектам монументального искусства на территории нашего города, связанный с войной». Этот проект, над которым мы работали больше пяти лет. В результате практически все памятники, их сейчас в нашем путеводителе 93, все памятники, связанные с войной на территории нашего города, есть в нашем путеводителе. Это и 3D-видео, которое позволяет увидеть этот памятник, даже не обязательно к нему приходить. Это история создания. Это люди, по чьей инициативе создавалось. Этот путеводитель имеет и озвученный, то есть могут и слабовидящие использовать. То есть есть вариант, когда услышать эту информацию. Используем путеводитель при проведении этих мероприятий. Тоже интересный очень ресурс. Виртуальный музей истории ветеранского движения. Мы тоже в 2010 году еще взяли и придумали на себя такую миссию рассказывать о ветеранских общественных организациях, которых в нашем городе достаточно много, и они ведут очень серьезную работу, очень серьезную. И мы как раз вот об этой работе, об этих людях рассказываем. И в том числе используем при проведении мероприятий со школьниками. Поэтому... Да, Ольга Николаевна, вы знаете, хотелось бы еще поговорить о тренинг-центре проект «Думай, тренируйся, живи». Это новый проект, либо он уже опробован в деле? Это новый проект, но мы не случайно к нему пришли. И у истоков стояло наше объединение, клубное объединение. Называется оно «Внимание, память». К нам обратился замечательный педагог Екатерина Фролова, которая владеет технологиями ментальной арифметики. Но она по роду своей деятельности занималась с детьми. И мы знаем, какие прекрасные результаты есть. И скоро чтение, и ментальная арифметика. Дети, замечательно. И пришла мысль о том, что наверняка эти технологии могут послужить добрую службу для людей пожилого возраста. Мы попробовали, и результаты великолепные. Вот сейчас в этом объединении занимается 30 человек. Это занятие по расписанию, когда приходят пожилые люди к нам во дворец. И с помощью специальных упражнений, с использованием абакуса, таблиц определенных. Но это целая система. Проводят занятия, тренируются. Думай, тренируйся, живи. Именно в этой последовательности. Только благодаря систематическим тренировкам голова приходит в порядок, что называется. Используем традиционные сканворды, ребусы и так далее. Все то, что активизирует мыслительную деятельность. И вот видя такой положительный результат, мы понимаем, что не все к нам смогут прийти. Поэтому мы сейчас разрабатываем программу онлайн-занятий. То есть практически с тем, чтобы любой желающий, не выходя из квартиры, мог подключиться к нашим занятиям, выполнять вместе с нашим педагогом те или иные упражнения. В том числе и через соцсети, наверняка. В том числе и через соцсети. И получать определенные хорошие результаты. Кроме того, мы разработаем материал для самостоятельных занятий. Если у человека нет компьютера, мы сможем его снабдить вот таким самоучителем, 30 минут в день, если человек будет заниматься по определенной системе, то действительно и внимание, и мыслительные процессы будут на таком хорошем должном уровне. С января мы запускаем тренинг-центр, в рамках которого будут и очные занятия, и сессии с использованием интернет-технологий. С тем, чтобы максимально большое количество желающих, людей пожилого возраста, смогли поучаствовать в нашем проекте. Вот на средства муниципальной программы городского округа Самара социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста будут приобретены дидактический материал, раздаточный материал, те же самые игры, головоломки. Вот поэтому, ну, я думаю, что все у нас получится. Поэтому приходите с удовольствием. Да, обязательно получится, иначе и быть не может, потому что до этого получалось всегда, Ольга Николаевна. Да. Да, вы знаете, я хочу в конце программы перейти к творческой части. Расскажите о творческих коллективах, пожалуйста, которые у вас работают. И, может быть, какие-то есть новые направления, куда также можно пригласить пожилых людей? Да, вот так получается, что изначально мы отталкивались от интересов пожилых людей. То есть приходит человек и говорит, я хочу танцевать. Есть хореографический коллектив, причем их несколько у нас сегодня. Назову. Есть хореографический коллектив «Олжаночка». Есть «Леди стиль», «Шарм», народный коллектив «Сеньоры». То есть в зависимости от интереса, от направления деятельности человека, нравится ему народные танцы – это один коллектив, бальные – другой. Современный танец – это третий. Кроме того, помимо всего, вот занятия систематических в объединениях, у нас же люди могут просто принять участие в наших мероприятиях. Балы, фестивали, концерты, экскурсии и так далее. Среди вокальных коллективов тоже есть академический вокал, народный вокал. Есть клуб любителей песни, то есть это те люди, которые не хотят на сцену, но хотят помнить песни, петь песни своих бабушек, дедушек, своей молодости. Поэтому такие объединения. Среди новых с удовольствием, назову, мы открылись в сентябре, в конце сентября, студию декоративно-прикладного творчества. Она называется «Волшебная мозаика». К нам пришла замечательный человек, мозаист Алена Медведева, которая владеет совершенно уникальными техниками работы и красками, и с другими материалами. Вот сейчас мы начали с росписи по стеклу. Люди только пришли, и уже стакан, который станет расписанным в результате уникальным подарком, предметом собственного быта, какие-то баночки они разрисовывают, подарочные тарелки. Поэтому к Новому году, я думаю, что члены нашего творческого объединения не только себя вот такими красивыми вещами появятся у них, но и возможность что-то подарить. Есть в перспективе другие направления. У нас есть замечательная студия изобразительного творчества, гармония. Замечательный педагог работает Максимова Александра Михайловна. Действительно, вот сейчас из числа тех людей, которые пришли и не умели рисовать, вот благодаря нашим занятиям люди уже готовы на персональные выставки. Это замечательно. Кроме того, вот вспомнила... В пожилом возрасте открываются множественные таланты, да? Да, и причем вот вспомнила сразу наш тоже один из новых проектов, когда мы творчество пожилых людей, вот тоже наших художников, вывозим в образовательное учреждение. Там оформляем выставку, готовим экскурсоводов из числа школьников, и они для своих сотоварищей проводят экскурсию вот по этим выставкам. Тоже замечательная и связь поколений, и уважение, и все остальное. Есть у нас замечательная студия, мультстудия, мультики мы рисуем, да? Ну, много объединений, вот группы здоровья я уже назвала, то есть практически человек любого интереса, мы можем ему помочь. Главное, придите, обратитесь, найдите нас в интернете, посмотрите, кто вы, что вы, наберите наши номера телефонов, мои сотрудники с удовольствием дадут вам полную информацию по всем направлениям, и, конечно, не замыкайтесь, не замыкайтесь в своих квартирах, в своих проблемах, нужно идти, нужно приходить, искать. И я уверена, что вы найдете себе занятие по душе, что, собственно, будет способствовать тому, что активное долголетие уже не словосочетание, а реальность. Ну что же, спасибо большое, Ольга Николаевна, с вами, как всегда, интересно. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, ну, а если пожилые люди, вы не знаете, чем себя занять, вот сегодня в нашей программе, я уверена, что вы узнали столько нового и интересного, и наверняка найдется, да, по душе занятие в Самарском дворце ветеранов. Спасибо, всего хорошего, берегите себя и будьте здоровы, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова